Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самара простилась с большим футболом второй раз за последние три года. Короли Советов покидают Премьер-лигу. Последний матч чемпионата страны авиаторы разгромно проиграли на родном металлурге Грозненскому Тереку. В душе какое-то просто опустошение еще на самом деле не совсем этот факт усвоился. Я надеюсь, что будет поставлена задача о том, чтобы в ближайшие сроки команда вернулась в Премьер-лигу. Ну и конечно же для этого нужно делать выводы, нужно работать над ошибками, не повторять. Мы уже второй раз повторили это, но надеюсь, что в третий раз больше никогда этого не произойдет. Судьба пяти команд решалась в последнем туре. Урал и Анжи, которые были на пару очков выше в турнирной таблице, свои матчи проиграли. Тем самым теоретически открывали Крыльям путь на 11 место. А значит и выживание в Премьер-лиге. Однако советы этим шансом не воспользовались. Зато Арсенал и Оренбург свои матчи выиграли, и судьба Крыльев была решена окончательно. Мы сегодня не справились с волнением, не справились, ментально не были готовы к тому, чтобы не задумываться ни о чем, ни о каких результатах на полях, где происходили другие матчи в других городах, а вот именно сосредоточиться на том, что нужно было сегодня нам максимально выложиться для того, чтобы добиться победы. Первая половина первого тайма прошла на встречных курсах. У Крыльев советов еще оставали шансы в следующем сезоне продолжить играть в Премьер-лиге. Однако надежда начала таять ближе к перерыву, когда Конюхов пропустил первый мяч. Во втором тайме советы, по идее, должны были расправить крылья, и, как это уже было не раз в этом чемпионате, вернуться в игру и победить соперника. Но, к сожалению, оборона самарской команды капитулировала еще дважды. Гол престижа удалось организовать на последней минуте матча. Пенальти реализовал Бруно. В итоге 1-3, поражение Крыльев советов и Самарский клуб финиширует в чемпионате страны на 15-м месте и покидает Премьер-лигу. Новый сезон команда начнет в Футбольной национальной лиге. А призовые места в высшем дивизионе распределились следующим образом. Бронзовые медали у питерского «Зенита», серебро у ЦСКА. Чемпион России – московский «Спартак». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.